Приветствую вас, мои дорогие подписчики и зрители. Я специалист по озеленению компании Альтфлора, меня зовут Максим и мы продолжаем рассказ об уходе за садом. На дворе сентябрь, начался уже листопад, не за горами то время, когда под деревьями будет очень много опавшей листвы и возникает вопрос, что с ней делать. О том, нужно ли вообще убирать листву из-под деревьев и кустарников, в каких местах это нужно делать, я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов. А сегодня я хочу поговорить, что же делать с этой листвой, если вы ее уже собрали. Ну и так, первое, наверное, что приходит всем в голову, это просто собрать опавшую листву в кучке и оставить в каких-то местах на участке в таком виде. Делать этого я не советую, поскольку, во-первых, ее может разнести ветром опять по всему участку, ну а во-вторых, вы так не решаете проблему, а просто отодвигаете ее на какой-то срок, потому что в итоге вам все равно придется эту листву рано или поздно убрать. Второй вариант весьма распространенная, ты, конечно же, всю собранную листву выбросить. Особенно этот вариант выглядит привлекательным, если где-то рядом с вашим участком есть какой-то лес или овраг, куда вы все это можете спокойно высыпать. Но тут, правда, есть одна проблема. За чистоту и экологичность горой могут встать соседи. Ну и в этом случае вам придется все-таки запасаться мусорными мешками и тащить все это, все эти листья на ближайшую помойку или заказывать контейнер специальный мусорный и складывать ее туда, чтобы потом ее вывезли. Ну и таким образом у этого варианта утилизации опавшей листвы два недостатка. Во-первых, вы лишаете себя ценного перегноя, который может получиться из этой опавшей листвы, ну а во-вторых, вам еще, возможно, придется потратить на это силы, чтобы ее куда-то вывезти, и даже деньги, чтобы заказать, допустим, тот же мусорный контейнер. Третий вариант, который был весьма популярен раньше, это всю собранную листву сжечь. В принципе, вариант неплохой, в итоге вы получите залу, тоже ценное удобрение. Но, во-первых, сейчас люди стали более придирчивые, скорее всего, соседям не понравится то, что вы создаете вокруг своего участка дымовую завесу с неприятным запахом, да и вам самим вряд ли понравится целый день нюхать этот дым. Листва горит весьма противно. Ну, кроме того, с сжиганием могут возникнуть очень большие проблемы, если листвы много, она сырая, и тем более в дождливую погоду очень тяжело ее сжечь. Но все это, так сказать, вариант именно утилизации опавшей листвы. А рачительный хозяин, конечно же, листовой опад постарается использовать как-то в своих целях. И самый простой метод для этого – поместить листву в компост. Если поместить опавшую листву в компост, то через несколько лет она превратится в очень полезный питательный перегной. Но есть тут, к сожалению, несколько ограничений. Во-первых, сам компост должен быть правильным, то есть рассчитанным минимум на трехлетний цикл. В противном случае листва не успеют полностью разложиться, компост получится неоднородным. И, кроме того, что самое главное, в нем могут сохраниться какие-то инфекции. И тогда, если вы, например, будете использовать его для подкормки тех же плодов, деревьев и кустарников, с которых когда-то опавшую листву поместили в этот компост, вы можете заразить их болезнями. Кроме того, компост должен быть достаточно большим, чтобы в него поместилась вся эта опавшая листва. По своей практике могу сказать, что это весьма проблематично. У меня пару больших плодовых деревьев, десяток кустарников, и вся собранная от них опавшая листва. Как правило, в мой достаточно большой компост не помещается. Поэтому это нужно учитывать, когда вы решаете, положить ли опавшую листву в компост или поступить с ней как-то иначе. Ну и третья проблема, с которой вы можете столкнуться. Есть листва, которые очень плохо перегнивают медленно от того же дуба, каштана. И вот ее закладывать в компост не следует, потому что слишком много времени пройдет до того момента, как она полностью перегниет. Ну а если подходящего компоста у вас на участке нет, а использовать питательные вещества из листового опада все-таки хочется, то можно листья просто-напросто закопать. Для этого нужно раскопать большую яму, засыпать туда листву и засыпать слоем почвы. Слой должен быть не меньше 20 сантиметров. Метод вроде бы хороший, но есть у него опять же ряд недостатков. Во-первых, нужно найти на своем участке подходящее место. Если листвы у вас много, то яму нужно делать очень большую, глубокую. Во-вторых, нужно затратить силы на раскопку этой ямы, а потом на засыпку туда листвы и засыпку этой листвы слоем почвы. В общем, метод этот использования листового опада такой получается весьма затратный. Однако есть такие очень простые его варианты, простые и полезные. Если, например, вы производите какие-то посадки осенью, плодовых, декоративных растений, кустарников, деревьев, то вы можете засыпать опавшую листву в посадочные ямы. Она там перегниет и станет весьма полезным удобрением для этих растений. Кроме того, если вы решили завести у себя на участке теплые грядки, так называемые, надеюсь, вы о них слышали, это высокие грядки, которые еще к тому же определенным образом подогреваются, то листву опавшую можно уложить на дно таких теплых грядок, и она станет и удобрением прекрасным, и к тому же будет давать тепло, очень полезное для многих растений, которые в эти теплые грядки высаживаются. Также некоторые специалисты и опытные садоводы предлагают использовать собранную осеннюю листву в качестве мульчи на каких-то грядках под деревьями в цветниках. Что такое мульча? Мульча – это определенный слой какого-то материала, который позволяет обогащать почву питательными веществами, улучшать ее структуру, удерживать влагу и предотвращать рост некоторых сорняков, подавлять их рост. И вот в качестве одного из мульчирующих материалов специалисты предлагают использовать перепревшую листву. Оговорюсь сразу, увы, опавшая листва – это не самый лучший мульчирующий материал. Во-первых, она очень быстро перегнивает, во-вторых, имеет такой неоднородный, неэстетичный вид. Ну и кроме того, там могут быть различные источники инфекции, которые, если вы, например, листвой собранной из-под той же сливы, будете мульчировать приствольный круг под сливой, таким образом у вас инфекция может вторично попасть в растение. В общем, мульча из листового опада не очень. Если все-таки решили использовать его для мульчирования каких-то участков, то подальше от тех растений, с которых эти листья упали. Хотя бы так. Ну и самый экзотичный метод использования листового опада, про который я хочу рассказать, это использовать листья в качестве утеплителя для укрытия каких-то растений на зиму. Ну, например, те же розы у нас часто укрывают. И вот, если вы используете какие-то колпаки, то есть воздушно-сухое укрытие, то желательно их заполнить каким-то утепляющим материалом. И в качестве такого утепляющего материала многие предлагают использовать листья. Здесь, опять же, я говорю сразу, подходят для этого далеко не все листья. Большинство листьев, к сожалению, очень быстро перегнивает. И если, например, вы плодовые деревья будете укрывать листвой, во-первых, у вас туда может попасть инфекция вторичная, опять же, напоминаю про это. Во-вторых, из-за того, что эти листья быстро гниют, могут развиться какие-то свои другие специфические болезни, грибковая плесень развиться. Растения могут подпредь просто под этим слоем листвой. Поэтому большинство листьев в качестве утеплителя для зимнего укрытия не подходит. А какие подходят? Те, которые медленно разлагаются, содержат дубильные вещества. Ну, например, это листья дуба или каштана. Вот их можно с успехом использовать в качестве утеплителя для зимнего укрытия. На своем личном опыте видел самое лучшее укрытие парковой розы, которое позволяло без всякой обрезки огромную парковую розу сохранять в целости и сохранности на всю зиму. Укрытие это заключалось в том, что создавался такой специфический ящик, который устанавливался на розу. Внутрь ящика засыпались дубовые листья. Это все закрывалось крышечкой. И вот в таком состоянии розы без проблем зимовали много лет, без всяких потерь. Проблема тут только одна. Вам нужно где-то взять эти листья дуба или каштана. Хорошо, если эти деревья растут у вас на участке. Вот вы можете с успехом все это использовать для зимнего укрытия. Если же такого нет, можете попробовать взять где-то их в лесу. Но напоминаю, что листья должны быть свежими. То есть опад должен быть именно этого года. Использовать прошлогодний опад для укрытия деревьев не следует. Итак, подытожим. С собранной опавшей листвой осенью можно поступить по-разному. Где-то складировать я ее не рекомендую. И тут многое зависит от того, какая это именно листва, с каких деревьев она упала. Если это листва от каких-то плодовых деревьев и кустарников, то ее все-таки лучше выкинуть, сжечь или закопать куда-то в яму. Если же это листва от каких-то декоративных или декорастущих деревьев, то ее можно заложить в компост или использовать в качестве мульчи. А если это листва от дуба, каштана, который медленно разлагается, и вы ее еще можете использовать в качестве утеплителя при укрытии растений на зиму. На этом все. Надеюсь, мой рассказ был для вас полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, читайте интересные статьи на нашем сайте altflora.ru. До новых встреч, пока!